Признавайтесь, вы уже готовы к главному эпохальному событию этого лета. Последние годы в популярной культуре редко встретишь настолько мощные истории, повествующие о важнейших изобретениях человечества. А тем более такие, что в свое время в корне поменяли философию конструкторов Лего. Конечно же мы говорим про куклы. Но не про гламурных длинноногих блондинок, а про удивительное разнообразие фигурок, которые Лего предлагала своим юным покупательницам на протяжении последних почти 50 лет. В момент рождения кукол Барби в 1959 году Лего вовсю осваивала зарубежные рынки. Именно в 50-х годах датчане активно экспортируют свои наборы в соседние страны и готовятся выходить на рынок Северной Америки. При этом наборы не блещут креативностью. В основном это крошечные картонные коробки с несколькими базовыми кубиками. И представьте себе, именно в таком виде конструктор завоевывает популярность и пользуется высоким спросом как у детей, так и у их родителей. Ни о какой конкуренции с модными куклами в те годы и речи не идет. Тем более, что на упаковке градостроительных наборов красуются изображения как мальчишек, так и девчонок, а значит пластмассовые кубики подходят всем. Пройдет еще 17 лет, прежде чем Лего добавит в свои наборы фигурки, повторяющие концепцию игровых кукол для девочек. Ярким примером становятся наборы середины 70-х под названием «Мама с ребенком и собакой», а также набор с незамысловатым названием «Семья». А чтобы сполна ощутить, какой жестокой была конкуренция за внимание детей, просто посмотрите, какими гламурными Барби одаривали родители фаната кукол в те годы. К слову, сегодня такая кукла в новом состоянии обойдется в несколько сотен долларов. В формате довольно неуклюжих сборных фигурок Лего застрянет вплоть до 80-х, когда наборы превратятся в подобие игровых домиков. Но рынок игрушек постоянно требует инноваций, и на свет появляется «Скала» — новаторская серия от Лего с детской бижутерией. Если вы думали, что наборы Дотс были сенсацией, то напомним, что Лего очень любит повторять свои концепты время от времени, даже если между релизами прошло 40 лет. Первая итерация «Скалы» не завоюет должного внимания и проживет всего два года. А Лего надолго оставит попытки конкурировать с безумно популярными куклами. В следующие 20 лет датчане активно развивают направление техник, образовательных наборов Дакта, а также линейку для самых маленьких — Дупла. Наборы Лего, ориентированные на девочек, вернутся только в 1994 году под брендом «Бельвиль». Лего экспериментирует и сочетает в одном наборе и стандартные детали систем, и новые крупные элементы стен и лестниц, а также крупные подвижные куклы. Первая волна из четырех наборов фокусируется на традиционных игровых сюжетах — кукольный дом, принцессы, а также животные, включая лошадей. К слову, стартовый набор той линейки стал настолько успешным, что продавался в течение аж семи лет. Несмотря на то, что сеты «Бельвиль» мало меняются в последующие годы, именно их стоит благодарить за безумное разнообразие аксессуаров для мини-фигурок, включая еду, посуду и декор. В 1997 году на полке магазинов возвращается «Скала», и причем в совершенно новом обличье. Лего продолжает экспериментировать, и именно в этой линейке презентуют прямого конкурента, тем самым куклам Барби. Высокие, стройные, подвижные куклы отличались детализацией и обширным гардеробом, но не имели практически ничего общего с обычными деталями Лего. Часть аксессуаров была заимствована из старых наборов «Фабулент», а множество новых были разработаны специально для кукол. С вас лайк, если сможете найти на картинке с кукольным домом «Скала» хотя бы пять современных деталей Лего. За следующие несколько лет дизайнеры успеют презентовать разные игровые сценарии. Так, Бельвиль 98-го года — это что ни на есть прообраз пляжных наборов «Фрэнс», которые Лего выпускает в этом году. А вот «Скале» придется куда труднее. Концепция серии замкнулась на домах и наборах с одеждой, и многие из них сегодня выглядят очень странно. Как вам набор 3120 под названием «Дополнительная комната»? Бельвиль и «Скала» просуществуют бок о бок вплоть до закрытия последней в 2001 году. А вот Бельвиль проживет аж до 2009 года и подарит без преувеличения роскошные наборы и для любителей замка. И даже увидит свой собственный адвент-календарь. Иронично, что закроется серия на тех же наборах, с которых и стартовала — про верховую езду. И лишь в 2012 году Лего вернется к идее наборов, посвященных девочкам. После нескольких лет разработки появляется абсолютно новая концепция фигурок — мини-доллы, а с ними и серия «Фрэнс». В отличие от предыдущих попыток Лего конкурировать с Барби и другими куклами, именно линейка «Фрэнс» наиболее удачно вписала игровые куклы в уже существующий обширный мир деталей Лего. И несмотря на то, что у мини-доллов сильно ограничена подвижность, а пропорции могут показаться странными, за последние 10 лет серия завоевала популярность не только среди девчонок, но и фанатов классического города Лего. Еще бы, как устоять перед такими классными моделями? Подписывайся на Рарри. У нас контент только для настоящих парней.